В среднем на дельту Задняя дельта дает вот эту округлость и величину плеча в позу сбоку В мансфизике всего 4 позы Лицом к судьям, правым боком, левым боком, спиной к судьям И в этом и заключается сложность в мансфизике В отличие от бодибилдинг, многие думают, что в мансфизике там посты нету В этом и сложность, в этих четырех позах, в которых нужно по минимуму показать Свои слабые места и по максимуму свои сильные места Вот в этих четырех позах нужно максимально показать судьям, насколько ты хорош То есть в бодибилдинге есть позы, там максимальная мускулистность, пресс бедро и так далее И тут уже речь идет о том, что атлеты устраивают свое позирование именно так, чтобы скрыть свои слабые места и показать сильные В мансфизике это вряд ли получится, потому что позы ограничены, их всего 4 Как бы указывается в правилах, что умеренная мышечная масса допускается То есть избыток массы сразу, баллы снимаются Убрал руку с пояса, баллы снимаются Ну во всяком случае, вот на соревнованиях в Москве у нас так было То есть обязательно одна из рук на поясе, одна свободна вдоль корпуса Обязательно постановка ног Там тоже как бы не просто вышел, встал, да, как захотел Обязательно нога, которая располагается ближе к судьям, прямая Нога, которая дальше от них вводится назад, сокращается максимально икроножная мышца Показывается ее проработка, глубина Но в то же время излишняя сепарация тоже не допускается То есть, как бы, ну видел атлетов, которые выходят в такой форме, но это в основном про На наших турнирах сепарации не уходят в нас в физике Там в основном как бы важна именно вот глубина мышц Показать максимальное количество мышц, которые у тебя есть Но в то же время, чтобы прям по волокнам они не секлись Такого быть не должно Вот, кстати, тоже слежу за подготовкой Дениса Гусева с соревнованием к Олимпии Вот у него это получается Причем вверх у него такой объемный, округлый, здесь такой ровненький Но в то же время плечи не секутся Что касается вот талии, да, косые мышцы, межреберные, зубчатые Там вот прям детальная проработка и тоже прям вот толщиной с папирусом Наверху все довольно так, вот так как должно быть у нас в физике Я тоже вот максимально стараюсь именно к этому приблизиться, чтобы вот мышцы кора, свои косые мышцы живота Максимально открыть, максимально показать их количество, проработку и глубину Но вверх стараться держать таким, немного недосушимым Потому что вот, еще раз повторюсь, не должно быть излишней сепарации Так, ну, включить внутренний подход, ждем и рабочий Движение относится к зимовое, но уже в такой более легкой манере в машине Смита Амплитуды там фиксированные Там я стараюсь дать акцент вот именно на среднюю часть нитровидной мышцы Жим будет из-за головы Несмотря на то, что, ну, как бы, вообще в индустрии фитнеса считается, что это упражнение очень травмоопасно Я абсолютно согласен, лечкам его выполнять не стоит Потому что подвижность плечевого сустава всех разная То есть, и вот, увести низкую штангу за голову, особенно с большим весом, это очень травмоопасно Можно потянуть связки или получить надрыв или разрыв, еще чего хуже Вот, ну, у меня, в принципе, с подвижностью все в порядке Есть ряд упражнений, которые поможут развить эту подвижность плечевого сустава То есть, растянуть немножечко связочки Самое простое из них, это вот Вот, даже дома можно выполнять То есть, там, какой-то полотенчик берете И делаем максимальное вращение плечевого сустава То есть, растягиваем назад и вперед Либо с палочкой какой-то То есть, ну, и людям, у которых выраженная сутулость Вот, тоже, как бы, до упражнения просто не получится выполнить Потому что плечи не уведутся назад за плоскость корпуса Ну, мне это грозит, поэтому переходим к следующему Здесь диапазон повторений тот же Ну, может быть, здесь я просто в этом упражнении уже не позволяю себе опускаться ниже 10 То есть, если в упражнении сжимом гантелей Я мог все позволить, и до 8 опуститься Ну, как бы, лучше вес прибавить к первому упражнению Чем количество повторов То есть, все равно без веса не будет массы, не будет объема Здесь уже, как бы, такая более изолированная работа Аккультура фиксированная Мышцы стабилизатора включаются по минимуму Работает только основная целевая мышечная группа Средняя часть дельтаильной мышцы Ну, как разгибатель, понятный синергист, помощник, трицепс Он в любом случае будет включаться здесь работа Обязательно растягиваем мышцы между подходами Это поможет сохранить интенсивность тренировки То есть, растягиваем фасцию Тем самым, производя отток крови от рабочей мышцы Чтобы потом, на следующем подходе Она могла принять еще больше крови В себя, тем самым, растянуть фасцию И увеличить результативность нашей тренировки Андрей, а что вы рекомендуете молодым спортсменам После того, как бы, прием пищи после тренировки? Ну, вот, непосредственно, сразу после тренировки У нас, как бы, так называемое Волково-углеводное окно открывается То есть, это способность организма максимально правильно И максимально полно усваивать углеводы и белки Поэтому после тренировки Ну, тут тоже в зависимости от цели Какую цель преследует тот или иной спортсмен, атлет То есть, если это набор мышечной массы То непосредственно прием пищи должен быть Примерно 50 на 50 с ложными углеводами И качественным диетическим белком желательно Ну, в данном случае я так использую Вот как раз таки 50 на 50 То есть, это какая-то порция Сложных углеводов То есть, либо рис, там, гречка Пусть даже макароны Это все после тренировки, как в топку сгорает Никуда не откладывается То есть, это вот, наверное, единственный Ну, второй, опять-таки, повторяю Второй прием пищи Вот утром, в принципе, тоже у нас Прием пищи самый может быть калорийный Потому что организм, да, 8 часов спал, голодал После сна Поэтому все как в топке сгорает И то же самое после тренировки Если последует цель похудения То количество углеводов я бы рекомендовал сократить То есть, приблизительно прием пищи Должна состоять из, в основном, из белка То есть, опять-таки, диетического То есть, это какая-то птица Рыба нежирная, белая Плюс небольшое количество углеводов Но, опять-таки, сложно И, конечно, гречка, если это сушка Потому что рис, у него гликемический лиц выше То есть, он хуже подходит, как диетический продукт Чем гречная крупа Вот В принципе, ну и про питание спортивное Тоже, я думаю, забывать никогда не стоит Потому что, ну, опять-таки, ключевое слово добавка Спортивная добавка То есть, она ни в коем случае не заменяет основные приемы пищи Она просто увеличивает калорийность Увеличивает Точнее, сокращает период восстановления мышц То есть, мы тем самым можем работать интенсивнее То есть, вот Допустим, на этой неделе у меня уже моя вот Ну, заключительная сегодня, воскресенье Заключительная шестая тренировка Она как раз-таки вот направлена у меня на дельту Дельту я прорабатываю два раза в неделю То есть, у меня во вторник уже была тренировка плеч Сегодня вторая Это была более легкая То есть, ну, вообще, я приверженец моно-тренинга То есть, я отдельно тренирую ноги Отдельно тренирую грудь Отдельно тренирую спину Даже бицепс, трицепс я отдельно тренирую Что касается дельт То, вот, я считаю, что Это, как бы, самая важная основная мышечная группа Которая оценивается в нансфизик Это вот, да, соотношение плеч к талии То есть, чем шире плеч по отношению к талии Тем лучше ты смотришься на сцене Вот эта V-образная фигура Она тебе дает большое преимущество Особенно вот в боковых позах Тут тоже, когда объем талии еще сильнее сокращается А ширина плеч Если ты можешь позволить себе развернуться максимально То есть, по отношению к талии Это просто смотрится очень красиво Судьи тоже видят Понятное дело, да, если от природы талия узкая То, в принципе, плечами там Можно так не загоняться, как делаю это я Но, опять-таки, пауэрлифтинг Он небольшой след оставил, конечно На моей фигуре Поэтому у меня вот очень сильно развиты косые мышцы От становых тяг Вот приседания с большим весом То есть, это мне мешает Сейчас вот я стараюсь именно за счет спины За счет плеч Как бы визуально сократить мой объем талии Разумеется, с мышцами тяжелее бороться Чем с какими-то жировыми отложениями В области талии Вот, приходится прибегать к таким методам То есть, увеличивать плечи, увеличивать спину И тогда талия уже будет казаться просто осиной Большой стречу Стягиваем мышцы Нормально Есть такой вариант Говорят, чтобы лучше для узкой талии делают вакуум Вы используете это упражнение? Да, я использую это упражнение То есть, ну, не на тренировках Упражнение вакуум я выполняю по утрам На голодный желудок Чтобы была возможность максимально сократить мышцы диафрагмы Максимально втянуть живот Так сказать, прижать его к спине Вот Ну, я выполняю в такой манере Сразу после пробуждения Выпиваю порцию гуца Встаю в планочку Минуты на 2-2,5 Встаю в планке Также, ну, с особой вариацией То есть, не просто Прямо встаю А стараюсь немножко втянуть живот Втянуть таз Сократить мышцы То есть, эта планка такая с акцентом именно на пресс После этого сразу преворачиваюсь на спину И делаю вакуум Секунд по 20-30 Прямо, чтобы ваши мышцы сводили внутренне Я могу добиться этого эффекта Особенно вот на голодный желудок Когда сразу после пробуждения получается Мышцы втягивать И создавать вот этот вакуум Упражнение, если кто не знает Делается в следующей манере То есть, ну, в идеале, конечно, сделать это Либо стоя на четвереньках То есть, можно помочь себе немножко втянуть живот То есть, округлить спину Это поможет больше втянуть брюшную стенку Либо выполняться лежа на спине Желательно на какой-нибудь твердой поверхности Можно на полу, да Ложимся Делаем максимально глубокий вдох Потом полностью выдыхаем весь воздух из легких И максимально втягиваем живот И фиксируем это положение секунд на 20-30 Опять-таки, как, в принципе, делаю и в этом утром Но это вот помогает визуально уменьшить талию Избежать вот этого растягивания брюшной стенки Потому что в период массы набора, в период подготовки Приходится очень много кушать То есть, желудок постоянно полный Ну, и порции довольно большие Чтобы добирать по белкам Добирать по углеводам, по сложным Поэтому приходится очень много пищи потреблять Брюшная стенка имеет свойство растягиваться То есть, желудок имеет свойство увеличиваться Поэтому, чтобы как-то сдержать это Как раз-таки и прибегаем к тому Таким упражнениям, как планка, вакуум и так далее То есть, вот, я еще прибегаю к такому нюансу Что во время тренировок, там, с тяжелыми какими-то весами Когда они выполняются, там, не сидя, да, стоя Когда максимально включаются мышцы-стабилизаторы, мышцы гора То есть, чтобы не провоцировать влечение этих мышц Которые у меня и так, как я уже говорил, довольно большие Я стараюсь их уменьшить Прибегаем к помощи тяжелоатлетического пояса Максимально фиксируем мышцы Максимально создаем опору для мышц Минимум работы мышц, максимум работы, как раз-таки, пояса Создается такая неподвижная опора То есть, мышцы брюшного пресса упираются в пояс Создается плотный такой каркас То есть, и тем самым мы не напрягаем мышцы Не выпячиваем живот и сдерживаем рост талии Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин